В эфире выпуск новостей в студии Наталья Астафеева. Здравствуйте! 43-летний мужчина выбросился с недостроенной высотки. Тело погибшего обнаружил прораб стройки и вызвал полицию. При осмотре правоохранители обнаружили предсмертную записку. Следов насильственной смерти на теле не выявили. Точную причину смерти установит экспертиза. А в Черноморске задержан местный житель по подозрению в убийстве жены. Убийство было совершено во время празднования дня рождения главы семьи. Как пояснил сам задержанный, жена якобы призналась ему в измене. Он схватил нож и ударил женщину в шею. От полученного ранения 34-летняя женщина умерла на месте. Подозреваемый свою вину не отрицает. С места происшествия изъято вещественные доказательства, в частности, окровавленный нож. Одесса разрастается. Появляются новые дома и целые микрорайоны, в том числе юридические, относящиеся к территории области. Однако застройщики забывают, что у людей, которые въедут в новые дома, есть дети. А детям нужны сначала детсады, а потом школы. Из-за нежелания застройщиков заниматься развитием инфраструктуры, школьники вынуждены заниматься в две смены – по 30 и более человек в классе. А руководители учебных заведений – искать пути выхода из сложившейся ситуации. В лицее номер 9, благодаря поддержке депутата Дмитрия Тантюры, такой выход нашли. Но это ситуативное решение. А требуется глобальный взгляд на проблему, подчеркивает депутат. И обращается к новоназначенному главе региона Максиму Куцему с конструктивным предложением. Этой школе киевского района города более 30 лет. И в прежние времена, и сейчас в статусе лицея она пользуется большой популярностью. Учиться здесь стремятся дети не только из окрестных домов, но и из микрорайонов, относящихся к Аведиопольскому району области. Число учащихся увеличивается с каждым годом. Если в 2014 году здесь училось 747 детей, то сегодня уже 1205, говорит директор. Такое увеличение связано, во-первых, с увеличением, конечно же, количества детей, с увеличением рейтинга нашего учебного заведения. В пятый класс нам поступают все равно на конкурсной основе, потому что, согласно порядку утвержденного Министерством образования Украины, если количество заявлений на поступление больше, чем количество посадочных мест, то проводится конкурсный набор. Учиться здесь стремятся не только дети Киевского района Одессы, но и Аведиопольского района области, говорят родители. Очень довольны преподавательским составом, очень довольны организацией обучения и школьного, и внешкольного, очень любящие детей, педагоги. В этой школе у меня занимается дочь, уже четвертый год. Сын закончил эту школу, я закончила эту школу в свое время. Территориально мы живем в селе Мизикевичи. Почему мы пришли сюда? Потому что это отличная школа. Ни для кого не секрет, что Аведиопольский район застраивается, массово застраивается, новые детки, их надо куда-то везти. И одна-две школы нам бы очень не помешали. Выход из ситуации здесь нашли. Строительство и оборудование новых классов стало возможным благодаря поддержке депутата Гурсовета Дмитрия Танцюры. В 2019 году 9-я гимназия отремонтировала и получила 7 новых классов. Мы это сделали совместно с родителями. Родительский комитет собрал деньги, и я, как депутат данного микрорайона, отдал свой депутатский фонд на строительство этих классов. Потому что в Киевском районе есть большая проблема, связанная с большим количеством желающих попасть в школы Киевского района. Вот в этом году, благодаря депутатскому фонду нашего депутата Дмитрия Николаевича Танцюры и при поддержке родителей, чтобы сохранить обучение на первой смене, мы провели большие ремонтные работы, благодаря которым удалось отремонтировать более 10 кабинетов. И при этом создали еще две новых лаборантских. Обучение детей во вторую смену крайне неудобно ни детям, ни их родителям. Поэтому, говорят одесситы, появление новых классов в лицее – это большое достижение. У нас нет второй смены, благодаря администрации школы, благодаря Дмитрию Николаевичу и также родителям. И мы все вместе приложили усилия и открыли семь новых красивых классов. Дети не пошли на вторую смену. За счет этого дети остались ходить на свои любимые секции. Могут не только учиться, но и развиваться физически, духовно. И им очень нравится и в этой школе, и очень нравится ходить на свои секции. Поэтому мы были бы благодарны, если бы в дальнейшем наша школа не переходила на вторую смену. В этом году, слава богу, мы не пошли на вторую смену, хотя угроза была. Благодаря совместным действиям депутата, городских властей и, конечно же, родителей. Все вместе скооперировались. Но в этом году повезло. Правда, в недалеком будущем ситуация может вновь измениться. Ведь жилищные массивы в пригородной черте на территории, не входящей в границы города, появляются как грибы после дождя. Но вот о социальной инфраструктуре застройщики почему-то забывают. Областной бюджет также не задействован в решении возникшей проблемы – отсутствия инфраструктуры. И получается, что вся нагрузка без преувеличения ложится на бюджет города. И решать проблемы, к которым она формально не имеет отношения, вынуждена городская администрация. Мы сегодня с вами увидели отремонтированные, или, правильно сказать, вновь построенные классы в 2019 году. И это было сделано совместно с родительским комитетом школы и моим депутатским фондом. Школа действительно нуждается в расширении. И это проблема не только данной школы, это проблема всех школ Киевского района. А Ведеопольский район продолжает расширяться, при этом жилмассивы растут, ни одной школы и детского сада не появляется. Мы долго говорим об этой проблеме, но нас, к сожалению, никто не слышит. Строительство новой школы в Киевском районе планируется, но этого недостаточно, говорит депутат. Вот таким способом, совместными усилиями с родителями и с депутатскими фондами расширяют количество классов. Но это не даст возможность разрешить эту проблему. Сегодня город занимается разработкой земли под строительство школы на Аль-Таире. И я уверен, что к концу 2020 года строительство школы начнется. Но и это не поможет. Проблема заключается в жилмассивах Ведеопольского района. Для того, чтобы разгрузить школы Киевского района, необходимо построить несколько школ во Ведеопольском районе, в строящихся на землях района жилмассивах, считает депутат Дмитрий Танцюра. И обращается к новой назначенному председателю областной администрации с конструктивным предложением. Я обращаюсь к губернатору Одесской области, господину Куцему Максиму Васильевичу, с просьбой предусмотреть в бюджетах 2020 года деньги на проектирование и строительство школ в жилмассиве «Радужный» и в жилмассиве, который находится за оптовым рынком и супермаркетом «Метро». Родители юных одесситов поддерживают обращение Дмитрия Танцюры. Хотелось бы, чтобы нас услышали, услышали руководство области, губернатор наш, чтобы приложили максимум усилий и построили школы во Ведеопольском районе, чтобы разгрузили наш Киевский район и нашу самую лучшую школу разгрузили. Национальный банк Украины ввел в обращение банкноту номиналом 1000 гривен. Введение в обращение новой банкноты повысит удобство расчетов и сократит расходы на изготовление и обработку банкнот, считают в Нацбанке. А вот эксперты разошлись во мнении относительно целесообразности введения новой купюры. В чем основные риски, далее мнение столичного эксперта. Для государства легче и дешевле напечатать одну тысячную купюру, чем 5 по 200 гривен. Однако это идет в разрез со стремлением регулятора снизить наличные расчеты, считает экономист. Логика Национального банка связана с тем, что, враховывая снижение масштаба цен, они считают цельным проведение тысячной купюры как частью грошевого оборота. С одной стороны, я эту логику понимаю, с другой стороны, я довольно критично ставлюсь до этого, потому что считаю, что таким шагом они способны, в том числе, я имею в виду, Национальный банк, они способны, фактически, увеличению использования готубки и зарплаты. Большинству рядовых граждан тысячи гривневые купюры не нужны. Они выгодны для людей, которые скрывают реальные доходы и рассчитываются наличными, считает эксперт. Потому что, фактически, не бабушка рассчитывается тысячной купюрой, и пенсию она получает не тысячными купюрами. А в мови идти, что, скажем, певный прошарок многих людей, которые все-таки не такие большие в Украине, он не рассчитывается официально, то есть у него не показываются легальные доходы, и он, через то, что он рассчитывается с готубкой, фактически ведет свою деятельность и поведет, в том числе, просто с жизнью. Решение Нацбанка фактически будет способствовать использованию этих купюр для проведения расчетов в теневой сфере, уверен эксперт. Фактически, выкрасывание тысячных купюр – это, скажем, увеличение этих костей, которыми самая категория людей рассчитывается. И, враховываясь, можно сказать, что, фактически, как это недавно, Нацельный банк сам прияде поширению выкрасываний готубки, и, вместо того, чтобы, ну, как можно больше, разрешенки проводилась безготубковой фактически. Она будет использоваться исключительно для тех людей, которые, переважно, не показывают реальных своих доходов и ведут какую-то, скажем, деятельность, которая находится в тене. Это не обязательно какая-то криминальная деятельность, но, при этом, те, что с ней не сплачиваются податки, это точно. Эксперт напомнил, что у евро нет номинала выше 500, а у доллара больше 100. И этого достаточно, чтобы обеспечить удобный денежный оборот. По мнению эксперта, введение в оборот купюры в тысячу гривен – ошибочное решение. В то время, как государство печатает тысячные купюры, многие одесситы говорят, их семейный бюджет становится все более скудным. Оплачивать коммунальные услуги все сложнее. Зарплаты и пенсии не соответствуют расходам. Тарифы растут, многим хватает только на самые необходимые вещи. На всем приходится экономить. Пенсионерам приходится тяжелее всего. Пенсии маленькие, тарифы высокие. Вот о чем вы говорите? Какие деньги? Вот у меня пенсия две тысячи, даже нет двух. Ну как, как вот ее платить? Ну как? Нет, конечно, разве только на это лекарства. Вот сейчас у мужа был микроинсульт, надо лечить. Лекарства нужно купить на пять тысяч. Вот где их брать? Я не знаю. Нет, конечно, я же пенсионер, это же не видно. А пенсии маленькие. Я инвалид, жена инвалид. Так и живет. Мы ничего не голодаем. Да нет, ну что вы. Конечно, не хватает. Если бы не детки помогали, то не хватало бы. Выжить сегодня сложно. Приходится выкручиваться, говорят горожане. Ну, очень тяжело, впритык. Ну, субсидии нам не положены, поэтому выкручиваемся. Где-то платим больше, где-то платим меньше, где-то стараемся заплатить наперед, если есть возможность. Нет, так что-то, где-то долги пообразовываются, потом их погашаем. Как все. Все живем в одной стране. Мне вообще ни на что не хватает. Я одинокая мама. Получаю пособие, как одинокая мама, и на помощь при рождении ребенка. 860 гривен и 1360 гривен я получаю. Вот представьте, мой совокупный доход чуть больше 2000 гривен. Экономят сейчас на всем, говорят жители города. Сейчас вот отопление, как его платить? Как-то экономить? Экономим. Не хочу говорить, вот детей смотрю. В общем, короче, покручиваемся, как можем, что-то дети помогают. Да, конечно, приходится экономить, конечно. На всем приходится экономить, потому что совершенно несовместимые цены ни на что. Ни на что. Поэтому хотелось, чтобы государство немножко позаботилось о людях. На коммунальные тоже, конечно, все пытаются меньше. Где-то там света, где-то бойлера, машинки стиральные и так далее. Элементарно не хватает на одежду, на тепло, на нормальную еду, говорят одесситы. Хочется пальто купить хорошее, теплое. Не за что. Сапоги теплые надо купить. Так вот купила за 300 рублей. И хватит. Прибьемся. На коммунальных, конечно, ты экономишь. Ты подкручиваешь отопление, да, сам газ. Уже если газом можно было подогреться когда-то, то сейчас это не делаешь. Естественно, если раньше можно было ванну набрать и понежиться в ней, то сейчас это душ и так далее. Ну, так как все, я думаю, основная масса. Ну, надеемся на лучшее. В первую очередь пенсию тратим на оплату коммунальных, чтобы не делать долгов. Потом на аптеку, а потом уже на питание. Экономим, конечно. Вот сейчас тепло, ничего. Газом меньше пользуемся. Кашку себе там сварим и хватает. Ну, ничего, ничего. Выдержим. Может быть, зима будет теплая. Главное, чтобы мы в душе были теплые. С верой в лучшее. Безусловно, есть люди, для которых и оплата коммуналки, и покупка даже дорогостоящих вещей – не проблема. Однако их не так уж и много. Мне хватает. Я просто заработала пенсию себе. У меня больной муж был. Надо было лечить, кормить, одевать. И приходилось работать на трех работах. Ну, нам хватает. Но одесситы не были бы одесситом, если бы даже в самой сложной ситуации не надеялись на лучшее. Когда человек верит в лучшее, оно обязательно будет. Надеемся, что все будет хорошо. Верим в это. Потому что мы всю свою жизнь стремились к тому, чтобы наши дети, внуки жили лучше. Солнечная, не по-осеннему теплая погода сменилась густым туманом. В то же время температура воздуха пока остается высокой для ноября. сообщают в гидромедцентре Черного и Азовского морей. В прибрежной зоне города Одесса вынос воздушной массы низкой облачности. И с этим ожидается у нас в дальнейшем туман с моря. Видимость 200-500 метров. Температура воздуха в субботу ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла. Однако туман сохранится. В Одессской области ожидается туман. Видимость 200-500 метров. Сохранится до конца ночи и завтрашнего утра 9-го ноября. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах. Видимость 200-500 метров. На автодорогах ожидается тоже ухудшение видимости в тумане 200-500. Поэтому водителям быть надо особо внимательным. Теплая погода сохранится и в начале следующей недели, прогнозируют синоптики. Перерытые улицы неделями не заасфальтированы. После проведения раскопок дороги, кажущиеся небольшими и малозаметными ямы, которые для автомобилистов могут стать причиной больших проблем. Наверняка каждый одессит может назвать конкретные адреса, где сложилась такая ситуация. Многострадальная улица Говорова. Авария на подземных коммуникациях произошла здесь еще 12 октября. Три недели спустя ограждение вокруг уже зарытой ямы не сняли. Асфальт не уложили. А участок, который засыпали щебенкой, даже не оградили. А это чревато происшествиями, особенно в темное время суток. Машинам приходится объезжать места, где проводились ремонтные работы, что создает значительные сложности на этой улице, двигаться по которой без того непросто из-за припаркованных по обеим сторонам автомобилей. К слову, не только водители испытывают неудобства. Яма и на тротуаре. Особенно сложно здесь ходить пожилым людям и родителям с колясками. В данный момент, конечно же, затруднительно. Мы вчера тоже пришлось нам обходить через двор, так как все перерыто. С коляской очень ходить неудобно. Мы ходим в поликлинику. Каждый день нам сейчас прописали курс. То есть, получается, нам сейчас две недели нужно будет объезжать, как-то претерпевать и входить в положение. Одесситы говорят, с одной стороны, готовы ждать, раз необходим ремонт. Но в то же время хотят получить дороги отличного качества. Работа проводится, значит, наверное, все-таки здесь была какая-то причина или неудобство, которое они устраняют, и мы вынуждены встать в это положение. Конечно же, хотелось бы, чтобы город становился красивее, лучше и комфортнее. Поэтому желаем, чтобы все у них удалось в кратчайшие сроки. А нам сделали хорошую дорогу. Конечно, безусловно, это не только мое желание, это желание всех одесситов, которые здесь живут. Чтобы город был чище, чтобы город был красивый. Я очень прошу, от кого это зависит, безусловно, чтобы все эти ямы к зиме все позакрывать, и чтобы было хорошо ходить нам. И машинам, конечно, надо ездить. Чтобы не было никаких ям, ничего абсолютно. Не было бы аварий. Это самое главное. В серьезную опасность для автомобилистов и пешеходов также представляют ямы, которые, на первый взгляд, малозаметны. Но для тех, кто едет по дороге впервые, либо в период дождей, наполненные водой, они превращаются в настоящие ловушки. А это чревато не только поломкой машины, но и аварийными ситуациями. Эту небольшую ямку в виде воронки перед пересечением улицы Говорова с Академической можно назвать заколдованной. Ее заделывали несколько раз, но уже по происшествии нескольких дней после ремонта она вновь появляется. То ли ямка имеет необычные свойства, то ли, что более вероятно, ремонт проводится некачественно. Одесситы неоднократно обращали внимание соответствующих структур на эту проблему. Однако она так и не решена. Скрытая дорожная угроза подстерегает автомобилистов и на пересечении улиц Сегетской и Армейской. Ремонтировать ее не спешат. А ведь уже наступил период дождей, когда такие ямки представляют серьезную опасность. Резкое торможение, маневрирование, при желании объехать яму – все это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Помимо серьезных проблем с дорожным покрытием и состоянием тротуаров не вызывает оптимизма также ситуация, которая сложилась в некоторых одесских дворах. Одним из них на улице Говорова, 18-Б. Постоянные пробки на Говорова сделали этот двор практически проезжей частью, жалуются соседи. Плохо функционирующие ливневки и полуразвалившийся люк с просевшим асфальтом также не добавляют удобств к придомовой территории. Жители дома говорят, не раз обращались во всевозможные инстанции, но ситуацию исправить не спешат. Кроме того, и въезд во двор заставлен припаркованными автомобилями соседнего дома и офисов, что мешает и работе мусороуборочных машин. А в случае ЧП сюда вряд ли доберется и пожарная машина – сетуют одесситы. Суббота и воскресенье для оценителей оперного искусства пройдут под знаком Джузеппе Верди. В Одесской опере очередная премьера. В новой постановке будет представлена жемчужина творчества корифеи итальянской оперы «Травиата». Это станет событием европейского масштаба, говорят в оперном театре. Ведь на премьеру приедут ценители оперного искусства из 15 стран. Музыка. 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 Особенность этой постановки в том, что она не предусматривает купюр. Прозвучит вся музыка этой оперы, написанная Верди, за исключением двух маленьких сокращений, говорит главный дирижер театра. Зритель, пришедший в зал, услышит все, что написал Верди. Мало того, здесь есть такая традиция, когда очень многие партии, которые дублируют партии хора, они, как правило, отдаются на откуп хору и солисты занимаются, развлекаются во все. Мы добились того, что все выучено, каждая нота написана композитором, выучена солистами и будет исполнена. На премьеру Травиаты приедут ценители оперного искусства из Италии, Германии, Австрии и других европейских стран, рассказывает режиссер-постановщик оперы. Верди, на 9 число, на премьеру Травиаты, з цілого світу больше 15 гостей приезжают директори театров, критики, международные эксперты, интенданты фестивалей и оперные продюсеры. Это безпрецедентный случай такого украинского шоу-кейса. Это всеукраинская программа. Это произошло именно в Одессе и в день премьеры Травиаты. Больше того, больше 30 гостей из всей Украины, директори всех оперных театров из Львова, из Харкова, из Киева, неформатные оперные организации, как формация в ухо, как опен-опера. На суд любители оперы представят новое прочтение этого популярного произведения Джузеппе Верди, говорит директор театра Надежда Бабич. Премьера Травиаты – это будет что-то необычное в нашем театре. Решение достаточно нестандартное. Проект стал настоящим испытанием для руководства театра. Ведь процесс производства и установки новых декораций и подъемных механизмов занял несколько месяцев, рассказывает Надежда Бабич. Когда мы утверждали этот проект, а это было там, я не знаю, наверное, месяца 8-9 тому назад, да, понимали, что это будет сложно, но что настолько сложно, никто даже не предполагал, но в этой сложности у нас родилось достаточно много интересных новаций. Появились новые партнеры, появились люди, которые делают виртуозные совершенно вещи, которые придумала наша постановочная группа. В результате этой напряженной работы Травиата в Одесском оперном зазвучит по-новому, а на сцене зрители увидят много молодых лиц, обещают постановщики. Я думаю, что вы увидите и услышите новых героев, новые молодые лица, которых вы еще не знаете. Анонсировать никого не буду, ничьи фамилии, но они есть, они очень интересные. Это люди, как мне кажется, с большой творческой перспективой. Я очень рад, что все так складывается, что в этом спектакле будет и сплав опыта, и энергетика юности. Эта постановка станет событием в музыкальном мире и выведет Одесский оперный театр на новый уровень, уверен Евгений Лавренчук. Организационная – это 100% перемога, потому что мы Одесскую оперу просто просываем однометтево на всем терене, не только украинскому, пострадянскому, а и европейскому. 210-й юбилейный сезон в Одесском оперном выдался очень интересным и насыщенным примерными спектаклями. «Травиата» – это уже четвертая новая постановка за четыре месяца, которую представляют нас у зрителей. «Травиата» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова